Я приветствую всех. Прекрасная иллюстрация того, что в церковь не просто нужно приходить, а что нужно делать? Служить. Служить друг другу теми дарами, талантами, которые Господь нас снабдил, даровал, подарил, правда? И один человек закопал, закопал талант, и приходит Господин и говорит, ну что, что ты мне, как ты, вложил? Говорит, я испугался, говорит, закопал. Вот на тебе твое, да? Что он сказал? Мы слышали сегодня. Лукавый ленивый раб, да? Вот, к сожалению. Не важно, что ты сохранил. Важно, чтобы ты приумножил то, что тебе Господь дал. Дорогие, сегодня праздник у нас, вербное воскресенье, да, или как в народе, въезд Господень в Иерусалим. И будет уместно сказать историю, когда Иисус въезжал в Иерусалим, Он заплакал. Кто помнит об этом? Кто читал? Иисус, насколько я помню, несколько раз заплакал. И один раз Он заплакал, когда видел город Иерусалим. Он видел просто город, движущий город. Там была суета, там ничего такого не было, чтобы плакать. Но Иисус заплакал. Вы знаете, Иисус пророчески сказал там слова, когда Иерусалим, Иерусалим, побивающий детей своих, да, вот. И Иисус увидел, через 35 лет примерно, произойдет разрушение города. Страшное событие, когда будут убивать, рушить, ломать этот город. И Иисус пророчествовал. И знаете, Иисус видел то, что будет происходить. Иисус многое нам открыл, то, что будет происходить. И мы по сей день это видим и слышим, и проповедники проповедуют, и пророки пророчествуют, и что будет, что есть. Вот. И это важно, чтобы мы помнили об этом, да, и верили в Божье Слово. Дорогие, я хотел бы сегодня с вами поделиться не о вербном воскресении, как Иисус въезжал с учениками, хотя это тоже хорошее событие, интересное событие, с учениками, он радовался, ученики радовались. Некоторые книжники и фарисеи даже говорили, ну, слушай, скажи им, чтобы они замолчали, что они такие радостные, что они такие счастливые, вот. Пусть они эти пальмовые ветви выкинут, прекратите это все. Но Иисус сказал, если они умолкнут, то камни его запьют. Знаете, мы должны радоваться, несмотря на то, что вокруг нас какие-то события происходят, что-то вот где-то мы должны радоваться, потому что Господь избрал нас, Господь полюбил нас, Господь оправдал нас. Это великое, величайшее, наверное, событие, которое мы должны помнить из всех вещей своей жизни, потому что, как бы нам не трудно было, да, мы когда вспоминаем, что Господь любит нас, нам хорошо становится. Когда мальчик прибегает домой, папа, папа, меня обидели, мне плохо. Папочка его гладит, говорит, все хорошо, или мама, неважно, вот, все хорошо, да, все хорошо. Или, например, как у евреев, они двойку получат, прибегают, все плохо, им кажется. А мама говорит, не переживай, не переживай, все будет хорошо, да, и так дальше. Вот, ну да ладно. Я хотел бы вспомнить сегодня историю про Иосифа, Иосифа. И сегодня тема моей проповеди называется «Восемь качеств Иосифа». Поднимите, пожалуйста, руки, кто читал вообще про Иосифа? Чтобы мне понимать, меня стоит, я придется мне немножко вспомнить, чтобы вы понимали, о чем здесь и будет речь идти. Вот, идет. Иосиф – это тот человек, который был перед Моисеем, но который был после Авраама, Исаака и Иакова. Вот так я объясню. Вот. Иосиф – это был уникальнейший человек, хотя, ну, он не занимал какую-то, он был избран как политик, как бизнесмен. Такой интересный человек, который сыграл большую ключевую роль в объединение народа, создание народа, он участвовал, народа израильского. Так или иначе, Бог создавал, формировал в это время народ израильский, когда он входил в Египет. И через него вот было многое сделано. И вы знаете, что он сын Иакова, да? Иакова – это евреи, в общем. Я говорю, может, кто-то не знает, это евреи. Это не русские, это не украинцы, это евреи. Это прекрасный, благословенный народ, чтобы вы знали. И мы молимся здесь за этот народ. Вот. Хорошо. И чтобы начать, какие качества, какими качествами владел Иосиф, первое, что я хочу сказать – это честность. Давайте откроем Бытие 37, 37 глава. Второй стих. Может, нет, не открывается? Ну да ладно. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями валы, сыновьями зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Я сегодня утром проповедовал и спросил братьев, сестер, вот, какое качество здесь? И мне один брат встает и говорит – стукач. Знаете, честность. Знаете, когда мы читаем историю про Иосифа, мы видим, что перед отцом своим родным он был честный. Знаете, братья, они как бы скользкие ребята были. И они часто обманывали отца. И мы видим это по истории. Но Иосиф – это был честный, честный человек. И он рассказывал отцу, что творили его братья. Это было честно. И поэтому они не любили его. Знаете, сегодня честность, она не популярна. Она не популярна, но так важна в этом мире. Важна, потому что в христианстве, если мы христиане, если мы верующие люди, нам необходима честность. Прежде всего, самим собой, честность в семье, честность в церкви, честность в обществе, там, где мы работаем, правда? И эта честность, она важна. Она важна, потому что если ты нечестный, если ты любишь лгать, лукавство, тогда, ну, как бы, ты можешь долго не проработать, ты долго в какой-то команде не сможешь стать, быть единым целым и так дальше. Много причин развала того, если ты нечестный. И прежде всего, Бог хочет видеть честных людей. Честных людей в своей команде. Аминь. Верующих, чтобы они были честные. В моей жизни разные были периоды, так скажем. И у меня была такая история, когда я еще не был верующим человеком, был молодым человеком, молодым, юным, глупым. И когда меня взяли на работу, а мы делали частную работу, да, ремонтировали квартиры, вот. И хозяева доверяли нам, доверяли нам, вот. Но так как я был неопытный, я попался на одной ловушке. Хозяева оставили просто золотые украшения. Вот. Золотые украшения, они так лежали. Все открыто, все честно. Вот. А я не удержался. А я не удержался. И знаете, взял их. Я не знаю, почему я взял. Мне не нужны были деньги особо. Но вот эта, знаете, плохая сторона наша, да, внутренняя какая-то, знаете, чтобы своровать, не нужно что-то придумывать. Знаете, это в тебе есть. Это, оно есть в тебе. Вот. Так или иначе, оно существует. Это вторая темная сторона твоей души, так скажем, да. И вот я взял. И когда мои напарники, нет, вернее, те люди, которые меня взяли на работу, которые доверили мне, которые работали, они, вернее, хозяйка сказала, что у меня пропало в доме золото. Причем я не все взял. Я там часть какую-то взял. Вот такой опытный, неопытный. Опытно-неопытный. И когда хозяинка сказала, что вот так и так, они пришли и сказали, слушай, ты не брал? И когда они настойчиво спросили меня, то я признался. И знаете, слава Господу, что во мне хватило сил признаться. Они у меня просто лежали. Знаете, я о честности говорю. Просто, когда тебе доверяют, тебя пускают в дом, когда тебе открывают двери, глупо поступать, как-то нехорошо, правда? Когда тебе доверяют, когда тебе открывают двери, и тут твое коварство должно, или какой-то вот такой негативный, какой-то поступок твой может все испортить, правда? И слава Богу, что меня, те ребята, которые меня взяли на работу, они меня не выпнули, хотя имели право. Имели право это сделать. И слава Господу, за такой опыт, это в моей жизни, вот такой же опыт. Знаете, честность, она важна сегодня. Она, честность важна. Вы представляете себе, такой шутник, Бог у нас такой шутник. Он сказал, что вот всякий верующий в меня спасется. Аминь. И мы такие доверчивые, слава Господу, мы верим Иисуса Христа, мы верим Богу. Представляете, приходим на небеса, и Бог говорит, я пошутил. Как это ты пошутил? Вот это шутник. Вот. А он же так не делает. Он Бог Слова. Правда? Он Бог Слова. Бог сказал, Бог сделал. Мужик сказал, Бог сделал. Как бы вот так. То есть, если ты сказал, так ты сделай или вообще не говори. Вот. И это важно, чтобы мы умели, старались, старались быть честными. На работе, я еще раз повторюсь, там везде, где вот тебя видят, с кем ты общаешься. Это важно. Второе. Бытие 39.2. Здесь, в этом месте Писания, мы разберем два аспекта, два качества Иосифа, которые он имел во втором стихе. И был Господь Иосифов, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Второе. Успешен. Успешен. Вот Иосиф такой успешный. Они евреи вообще все успешные, так если взять. Вот. Такой благословенный народ. Но мы должны подражать. Правда? Мы хорошим людям подражаем. Аминь? Или нет? Подражаем хорошим людям. Почему нам? Мы что, злым будем подражать? Не подражай злу, но добру. Третье Иоанна написано там в послании. Не подражай злу. Это отдельная тема. Мы как-нибудь об этом поговорим. Итак, второе. Успешен во всем. Почему успешен во всем? Потому что этот человек хотел учиться. Хотел учиться. Вот то, что ему говорят, он делал. Вы знаете, когда я пришел в церковь, я стал верующим человеком, я зашел в этот дом, это было лет 25 назад, нет, больше, больше. И первое, что мне сказали сделать, поставить унитаз. Я никогда не устанавливал унитаз. Вы знаете, впоследствии я сантехником стал. Но что интересно, мне сказали, я начал делать, я не знаю, как я делал, что-то ставил, что-то мне подсказывали, но я не отказался. Знаете, мы как верующие, что-то, служители, пастры, кто-то вот, что-то нам говорит, иди, сделай это. Нет, я не умею. И сразу мы начинаем уворачиваться. Я умею, не умею. Слушай, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, Библия говорит. Если мы постараемся, все получится. Не умею то делать, я не умею это делать. И так дальше. Я сразу вспомнил Сергея, пастора Сергея, который мне сказал, вам тоже надо начинать кормить голодных на улице. Я говорю, нет, на улицу не пойду, там дождь, снег. Я здесь буду кормить под кровом Всевышнего. И так дальше. Но это надо делать. И наша церковь кормит, и слава Господу, что наши церкви кормят голодных. И есть такие люди, которые выходят, как пастор Виктор, и выкладывал вчера, что вышел, и вот они кормят, и проповедуют им, рассказывают. И это прекрасно. И это хорошо, что церковь, может такое делать. То есть успешен во всем. Все, и все Патифар доверил Иосифу. Все доверил. Потому что этот человек мог и просто убрать пол, если надо сготовить, если надо установить склад или еще что-то, я не знаю, все мог сделать человек этот. Потому что он не боялся работы и так дальше, и так дальше. Пусть Бог благословит, дорогие, чтобы мы были успешны. Аминь. Чтобы мы старались, чтобы мы действовали, как сегодня говорилось, да, дары у нас есть. Бог дает нам дары и таланты. Почему бы не приумножить? Почему бы нам не приумножить эти таланты и эти дары, которые Господь нам дает? Почему бы нам не быть вот этим успешным человеком? Третье. Бытие 39.2 в этом же стихе сказано. И был Господь с Иосифом. И он был успешен. Знаете, фактор того, что он был успешен, заключается в начале. Господь был с ним. Это тоже большая часть успеха, когда Господь с тобой. Знаешь, я не умею, но Господь мне поможет. Я, может, что-то недопонимаю, но Господь мне поможет. Когда-то я помню, первый раз меня буквально вытолкнули за кафедру, там, ну, хоть три человека было, но мне сказали, иди проповедуй. Я говорю, я не умею. Я не знаю как. Я просто прочитал Псалом, и все началось с этого. Знаете, как важно сегодня не бояться делать вот эти шаги веры. Аминь. Потому что Господь с тобою. Господь обещал быть с тобою. Господь даст тебе крепость, силу, мудрость, знания, откровения, если ты будешь ему послушен. Аминь. Да. Четвертое. 39.12. Бытие. она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою, в руках ее побежал и выбежал вон. интересный сюжет. Это не романцы я сейчас, а романы говорю, рассказываю. Нет, это была реальная история с Иосифом. Если кто-то читал, вы понимаете, о чем я говорю. Это была соблазнительная ситуация. Но Иосиф справился с ней. Иосиф справился с ней. Сегодня много искушений в нашей жизни бывают, но Бог дает нам возможность, мудрость поступать правильно, поступать разумно, быть верным жене, мужу. Аминь. Это важно. Быть верной или верным будущему мужу, будущей жене. Это важно. И у Иосифа была очень щекотливая ситуация, но он был верен своему господину. Он устоял, как тот молодой человек. Помните, как Иоанн, помните, который тоже голенький убежал, когда пришли, схватили Иисуса, да, он убежал, потому что одежды остались у воинов, да, и этот человек просто, чтобы сбежать, он пошел на все. В руках осталась одежда. я к чему говорю, страх господень. Если человек имеет страх господень, этот человек огражден, защищен, потому что ты не знаешь, вот, человек может остаться один на один с ситуацией, ситуацией один на один, но только страх господень может остановить его от того, что сделать или не сделать, своровать, солгать, ну, я не знаю, масса историй, один на один, только страх господень. В моей жизни были много историй, которые, когда мне страх господень помогал, оставаться верным господу, верным ситуации, церкви, пастору, жене, я не знаю, ну, различные, понимаете, как важно. И когда человек имеет страх господень, то это останавливает его. И только благодаря страху господню мы видим, Иосиф справился с этим и сбежал, сбежал от этой женщины. Так, пятая, пятая, Бытие 41.25, давайте откроем. 41.25, мы про Иосифа, он молодой такой, но очень хороший человек был, оказывается. 41.25, И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестит фараону. дар толкования. Мы сегодня читали, и нам сестра Наташа об этом говорила, что каждому Бог дал дары и таланты, и у каждого они есть, и мы можем служить этими дарами и талантами, и нельзя их закапывать, обязательно выходите, говорите, я хочу чем-то послужить церкви, подходите к служителям, если нужно, потому что если вы не будете служить, вы просто куда-то пропадете, просто дьявол вам поможет, мы призваны служить друг другу, служить друг другу, мы для этого созданы, для славы Божьей, и служить друг другу, понимаете, поэтому это воля Божья, чтобы мы служили друг другу, я сейчас не говорю про братьев, сестер, хотя и они тоже могут начинать, которые недавно в церкви, которые вот только-только начали в церковь ходить, и они тоже могут различными талантами, дарами просто приходить, быть на служение, быть как, знаете, та Мария у ног Христа, учиться, учиться, читать Библию, слушать Слово, быть в общении, на молитвах и так дальше, это важно, только так мы можем возрастать, только так мы можем учиться и начинать слушать в церкви, поэтому Бог дал нам дары и таланты, Иосифа был дар такой, толкование снов, я вот подумал, вот бы ему к цыганам сходить, вот там работа пошла бы, кипела бы, там цыгане сразу всего города собрались бы, вот, имел такой дар, талант, толковать сны, и этот дар, талант, сыграл ключевую, ключевой моментом стал для того, чтобы войти в свое призвание, призвание, знаете, в начале, когда он имел уже этот талант, дар, не совсем признавался даже в семье, ты что это там, отец его там бронил, братья там, ты что это там нам говоришь, мы тебе поклоняться не будем, ты что это там, возомнила себе, понимаете, но это было, это в нем было, это его было, и он умел толковать, и Бог ему давал, знаете, и слава Господу, что Бог дает нам таланты, дары, которые мы можем употреблять, и Библия говорит, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы, что? Неправильно, пророчествовать, в 14 главе, 1 Коринфянам, пророчествовать, ну сны тоже неплохо, это тоже хорошо, вот, вот так Бог нам желает, чтобы мы росли, я знаете, я всегда боялся, не, не, пророчества я точно не буду, потому что, не дай Бог, от имени Господня, я что-то начну говорить, не то, не, 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 потом Господь спросит с меня, вот, поэтому я всегда боялся, вот этого пророчества, я не буду, но мы можем пророчествовать отсюда, вот с кафедры, словом Господним, если грешник не покается, то что? Погибнет, это пророчество, поэтому грешнику нужно покаяться, человеку, который не принял Христа, нужно покаяться, примириться с Ним, принять Христа в свое сердце, аминь, аминь, да, слава Господу, итак, шестое, Бытие 41, 16, я отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону, это не мое, вот здесь мы должны понять, смирение Иосифа, смирение Иосифа, здесь Иосиф не забирает себе тот, то, что Бог ему дал, он здесь говорит, это не мое, фараон, вот то, что Бог дал, это вот обязательно Бог исполнит, но вы поймите, то, что мы владеем нашей жизнью, как нам кажется, не всегда наше, это Бог потому дал, чтобы ты служил другим, чтобы ты мог принести добрый плод, как сегодня мы говорили, для Царства Божьего, для Царства Божьего, и знаете, вот этот ключевой момент, когда был, это не мое, все, когда он истолковал, что произошло, миллионы, миллионы людей не остались голодными, аминь, голодными не остались, только потому, что Бог правильно все, и Иосиф понял ситуацию, и включился в это призвание, и делал то, что Бог ему сказал, собирал хлеб, семь лет, а потом семь лет кормил всю землю, понимаете, приходили со всех стран, и он и бизнесменом стал, и политиком в одном лице, и вообще, вот уникальный человек, уникальный человек, и столько богатства принес фараону, наверное, ну, никто не принес столько богатства, сколько Иосиф, поэтому, дорогие, как важно, вот, понимать, вот, что делает смирение, смирение, это не мое, он сказал, это один аспект, то, что мы увидели, седьмое, сорок пять один, давайте прочитаем, мы быстренько, быстренько, сейчас, я знаю, что вы подустали, Иосиф не мог более удерживаться, и при всех стоящих около него, и закричал, удалите от меня всех, и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, ну, здесь, давайте так, седьмое, это прощение, что сделал Иосиф, знаете, в семнадцать лет, братья его, родные, милые, продали, продали, отдали, выпнули из семьи, более тринадцати лет, он жил с этим, в тюрьме, у господина Патифара, и он думал постоянно об этом, как с ним обошлись, как неприлично обошлись с ним братья, которые оторвали от отца, от семьи, и когда ты думаешь об этом, что сделал Иосиф, и ты, ну ладно, сейчас объясню, когда ты сидишь на троне, извините, второй человек, вы понимаете, второй человек, у тебя власть, у тебя войны, у тебя деньги, и ты понимаешь, вот они твои враги, вот сейчас они здесь, то есть небольшой соблазн отомстить, восстановить справедливость, но так как Иосиф любил Бога, имел страх Господень, произошло то, что произошло. Знаете, были моменты, когда он молился, сидит в яме, а братья рассуждают, а он слышит, давай его убьем, давай его продадим, нет, давай его убьем, и он думает, Господи, да минует меня чаша сия. Вы понимаете, вот оно, когда ты на волосок от смерти, братья твои хотят тебя убить, представляете себе, и они сидят перед тобой через много лет, ты их узнал, а они тебя нет, и они смотрят, дай нам хлеба. Хлеба вы хотите, да? Ну, давайте поговорим. И знаете, он многие месяцы боролся с этим. Мы видим эту историю. Мы видим эту историю, когда он отправлял их, одного задержит, потом сосуд засунул, там еще что-то. Это была причина, он еще не справился со своим непрощением. Он еще не справился но пришел момент, когда он все, не могу. И написано, заплакал, и громко зарыдал, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. А вы представляете, братья-то в каком состоянии? Братья-то Иосиф. Они говорить не могли. А мы тут, знаете, нас обидели. Я не буду с ним разговаривать. Я не пойду. А мне не доплатили. Я не буду. Все, это делать не буду. Ты не знаешь, что такое прощение. Ты еще не по-настоящему прощал. Истинное прощение, когда тебя хотели убить, а ты простил. Да? Аминь? Понимаете, да? То есть, человек действительно научился прощать. Научился прощать. Восьмое. Бытие 39, 5. И с того времени, как он поставил его над домом своим, над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне над всем, что имел он в доме и в поле. Ради кого он сделал это? Ради кого Патифар был благословен? Скажите, пожалуйста. Ради Иосифа. Бог благословил Патифара ради Иосифа. Знаете, что? А мы благословены с вами. Аминь? Мы благословены с вами для этого мира, для этого общества. Ты благословен для своей семьи, для своих родных, близких, для детей. Ты благословение. И если бы не ты, этого мира не существовало бы. Вы понимаете? Потому что церковь, благодаря церкви сегодня существует этот мир. Потому что этот мир давно б уже погиб, как мы поем в прекрасном псалме. Давно б уже погиб, как Содом и Гамора. но благодаря, потому что деградация происходит в человечестве. Мы видим это прекрасно на сегодня. Даже нам не нужно объяснять, что происходит в этом мире. Черное за белое, белое за черное. говорят, это хорошо, когда мужик с мужиком живут. Папа, папа, два папы, две мамы, да, не дай Бог. Вот. Деградация. Но мы благословение. И знаете, церкви закрываются на Западе, а у нас не должны закрываться. чтобы это общество жило и было благословением. Потому что вы соль земли написана. Аминь. Вы свет миру. Вы свет миру. Потому что мы свет миру с вами. Поэтому мы благословение для этого мира. И Авраам был благословением. Куда не шел? Яков куда не шел? Авраам куда не шел? Заходил? Все. Они говорили, мы благословены из-за тебя. Слушай, отойди от нас. Какой-то ты более стал мощный там. Понимаешь? Цари начали бояться Авраама. Понимаете? Ты какой-то вот, понимаете, со своим, со своими слугами погнался там, разогнал всю шайку царей. Понимаете? Отобрал у них все. И вернулся домой. Со своими ребятами. Понимаете? Кто был с ним? Бог был с ним. Кто читает Библию, тот понимает меня. Вот. Пусть Бог благословит, дорогие. Мы благословение. Это, наверное, последнее. И Ефесянам 1.3 написаны такие слова. Ефесянам 1.3 стих. Ага. Это про Иосифа. Я прочитаю, мы заканчиваем. Помолимся. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Скажи «Аминь». Аминь. Благословен ты. Да будешь благословен при входе и выходе твоем. Да, как говорили в Ветхом Завете. Пусть Бог благословит. Давайте встанем на наши ноги и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, Господь, которое Ты дал нам, Господь, сегодня. Слава Тебе. В этот день, Господь Иисус, Ты, Господи, ради Тебя мы собраны здесь. Ради Тебя, Господь, дорогой наш Бог, спасибо Тебе, спасибо Тебе за эту вечную жизнь, Господь. Спасибо Тебе, дорогой Господь, что мы можем быть счастливыми сегодня. И благодаря Тебе мы счастливы. Благодаря Тебе мы насыщены днями, насыщены, Господь милосердный, жизнью, благословением, Господь. Мы насыщены, радостны. Мы имеем мир Божий, который превыше всякого ума. И это благодаря Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за жизнь вечную. Спасибо Тебе, что мы плодовиты. Мы сочны. Спасибо Тебе, что мы исцелены от всякой болезни во имя Иисуса Христа. Мы исцелены, мы здоровы. Кровью Иисуса Христа мы здоровы. Мы избавлены от проклятия, потому что мы благословенны. И всякое проклятие, оно не имеет силы в нашей жизни. Оно не имеет силы. Скажи, не имеет силы в моей жизни никакое проклятие. Во имя Иисуса Христа мы благословение сегодня для этого мира. Мы свет этому миру. Благодарим Тебя, Отец Небесный. И благословляем Тебя, Господь. И славим, потому что Ты достоин, Господь. Ты восседаешь на престоле славы. И мы Тебя превозносим, потому что Ты только Бог наш. Ты только Тот, Господь, Который является виновником нашего спасения, нашего благополучия, радости нашей, процветания, милости, прощения. Слава Тебе, Господь. Ты дорог в наших глазах. А еще больше мы дороги в глазах Твоих. Потому что Ты не пожалел Сына Своего, Иисуса Христа, ради нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы рады. Мы прославляем Тебя, Господь. И благословляем Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу за Иосифа. Слава Богу, присядьте за нашего брата Гочу. Пастора. И давайте еще раз его поприветствуем. Брат Гоча, выйди, пожалуйста, сюда. Мы хотим Тебя поздравить, брат, с днем рождения, с юбилеем. Это Бога хвалит за то, что Ты родился. Бывают люди, вот я какой хороший, что я родился. Нет. Слава Богу за то, что Господь дал жизнь нашему брату, который уже много лет служит, который благословил не одного уже человека. И тем словом, и утешением, и молитвой. И знаете, вот я все думал, что бы такое подчеркнуть, брата? Особенность какую? Когда мы общаемся, сидим. Ну, бывает, после молитвы, еще где-то там. И какой-то вопрос встает, ну вот, куда идти? Туда-сюда. Водча сразу обращается к Слову Божьему. Как в Слове Божьем написано. Вот. Это хорошее качество. Хорошее качество верующего человека в трудной ситуации, да и вообще в любой ситуации, руководствоваться Словом Божьим. И он действительно живет по Слову. Он действительно живет с Богом. Вот ему всего 50. Еще молодой. Ну, хотя скоро станет дедушкой. Меня догонишь. Да? Ну, уже скоро, совсем скоро-скоро. Вот. Поэтому давайте поздравим нашего брата. Помолимся за него, да? Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за то, что Ты даровал жизнь нашему брату. За то, что Ты благословил его во имя Иисуса Христа в свое время. Обратиться к Тебе, познать Тебя, приблизиться к Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за Его любовь к Тебе, за Его верность. За Его постоянство. За Его горящее сердце. Благодарим Тебя, Господь, что Он любит Твое Слово и живет этим Словом, Господь. Благодарим Тебя, что Он делится этим Словом со всеми людьми, с окружающими. И Ты хранишь его, Господи, благословляешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за его семью, за жену, сыновей, дочку, Господи, за будущих потомков его, которые родятся у него. Это благословение Твое для него, Господь. И благослови его еще больше. Видеть, Господи, как его род. Он в Тебе, Господи, укрепляется и умножается. Благослови его во имя Иисуса Христа, Господи. Да будет он, Господи, благословен и при входе, и при выходе. Да будет он исцелен Тобою, Господь, от всякой болезни. И всякие недуги удали от него во имя Иисуса Христа. Храни его, Господи, Духом Твоим святым. Благослови его дом, миром, порядком, устройством, благополучием. Защити его, Господи, все материальные ценности и приумножь его в финансы, Господь. Благословляем нашего пастора. Благословляем нашего брата. Господь всемогущий, благословен Ты и прославлен. Благодарим Тебя и славим. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Мы хотим подарить Тебе вот небольшой подарок. Пусть Бог Тебя благословит. Сейчас песенку. Когда в житейском море волны Одолевают нас в пути. Как будто нет вокруг надежды И силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу Сомнения в сердце тяготи. Тогда склони свои колени В молитве Богу воззови. Молитва неба открывает, Молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитва речи нет прекрасней, Молитва Богу нас влечет. Молитва неба достигает, Молитва силы нам дает. В молитве мир и утешенье, В молитве радость и покой, В молитве сила вдохновенье, Молитва в жизни нас ведет. Молитва нас хранит в дороге, Молитву нашу слышит Бог. Молитва сердце успокоит, Молитва грешника спасет. Молитва неба открывает, Молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитва речи нет прекрасней, Молитва Богу нас влечет. Молитва неба достигает, Молитва силы нам дает. Не забывай, мой друг, молиться Везде, всегда, во всякий час. В молитве сила и прощенье, В молитве мир и благодать. Молитва душу исцеляет От всех сомнений и тревог. Молитва Богу приближает, Молитва вечность нас ведет. Молитва неба открывает, Молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитва речи нет прекрасней, Молитва Богу нас влечет. Молитва неба достигает, Молитва силы нам дает. Молитва неба открывает, Молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, Молитва душу исцелит. Молитва речи нет прекрасней, Молитва Богу нас влечет. Молитва неба достигает, Молитва силы нам дает. Молитващи ausgeа. Молитва душу исцелит. Молитва ott и застремленное Имя вещество